так друзья мы сейчас с вами будем наблюдать за небольшим серпантином ну небольшой это скромно сказано тут где-то 100 155 поворотов вот мы опускаемся сейчас с верхнего монастыря на нижний и у нас ума поморчи браками я даже попросил водителя остановиться посмотрите какая обалденная панорама вот это нижний монастырь и вот здесь у нас монастырь острок нижний и там где-то был верхний я сегодня там даже ночевал все я побежал едем дальше друзья ставить на связи всем доброе утро друзья здравствуйте сегодня хочу показать потрясающее место в котором я нахожусь я нахожусь выше облаков на самом деле они плавно плывут подо мной потому что я нахожусь высоко в горах в горном монастыре вот обратите внимание вырублен в скале монастырь церковь буквально высечена вырублена в скале это самое святое и самое намоленное место черногории монтенегра называется это место монастырь острок здесь ударение ставится на первый слуг всегда только что я был на службе и даже ночевал сегодня здесь история монастыря в общем здесь творилась вся история по-моему это 17 век господа даже и ранее разумеется это православный христианский монастырь если кто-то еще не понял комментарий излишне так история монастыря значит святой отец наш василий острожский родился в семье священников в 1610 году православном семье крещен крещен был как стоян так стал монахом священным монахом так 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 потом его дали имя василий в цитинском монастыре был служил так это еще одно священное место путешествовал священную гору святую гору а святую так и там сделал церковь так в общем тут все написано переводите сами здесь есть написано вверху история монастыря здесь история о святителе а святителя зовут Василий Острожский по-прежнему самая главная красота внизу здесь у нас плывут облака слегка ветрено прохладно но очень очень красиво ну и вот подобный у нас вход сказать что это место святое это ничего не сказать храни вас бог друзья не забудьте поделиться этим роликом с друзьями поставить лайк этому видео вот комментировать хорошими словами подписаться нажать на колокольчик и ставить лайк так ну это еще не все тут несколько монастырей вот там внизу видите есть еще один вот и по серпантину вверх они соединяются дорогой сейчас я вам попробую показать да вот виден нижний монастырь это нижний так и вот такая у нас прекрасная панорама открывается внизу более чем потрясающе у нас стоит ветреная дождевая такая погода даже был гром и несколько дней идут ливни страшные причем на местном языке это называется киша что значит дождь ну а ливи наверно велико киша я нахожусь в черногории это где-то 40 километров от столицы на запад на северо-запад от столицы подгорицы между подгорицы и никшичем в горах да вот кстати как это выглядит отсюда самое интересное самое красивое что можно увидеть здесь это вот вид отсюда посмотрите обратите внимание это святое и священное место и здесь также все понимают русские любят всех русских славян и в общем хорошие люди так вот это выглядит все сооружение вся конструкция святой петер цитинский я уже про него рассказывал в одном из роликов вот здесь есть на первом этаже церковная лавка на втором этаже гостевой дом где они меня гостеприимно приняли все это вырублено высечено в скале то есть вы сами понимаете аутентичности уникальность этого места и очень много паломников сегодня здесь были и сербы и православные боснийцы приехали и я приехал также впереди много интересного друзья оставайтесь на связи спасибо за просмотр храни вас все господь увидимся на краю света так друзья здравствуйте всем сейчас мы наблюдаем с вами югославские методы как нужно готовить алкогольные напитки окей 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 они не любят когда снимают лица поэтому показываю непосредственно процесс а значит смотрите мы разогрели в маленькой чекай разогрели шакер шакер на плите разогрели на большой температуре две с половиной тысячи градусов разогрели карамелизировали сахар потом налили раки сливовица ракия очень крепкий алкоголь где-то 40-45 это чай это не чай это шакер вода и ракия ракия ага 3 братэ сколько градусов ракия 410 да 410 в общем 40 градусов ракия значит зачем они делают сахаром я пока не знаю короче они карамелизируют а да кстати сейчас запахло карамелью а очень вкусно пахнет запахло карамелью а вот сегодня мы находимся с вами в монастыре и нам бог послал паломников из сербской республики государства баня лука баня лука баня лука да мы были в руси вы были в руси какой град какой град москва петербург балам балам да балам петербург водки правильно называется да вот значит у нас вот это моя кухня там они сели и будут сейчас кушать свое мы находимся сейчас в церкви значит что самое интересное здесь написано что запрещено употребление сигарет и алкоголя не забудьте подписаться на этот канал поставить лайк откомментировать откомментировать хорошими словами поделиться роликом с друзьями и нажать на лайк и на колокольчик спасибо увидимся